На площади Спартака многолюдно. Кто-то покупает, кто-то просто приходит посмотреть. Началась охота за свежими огурцами и помидорами по приемлемой цене. Особенно тяжело было выращивать, потому что нестабильная была весна у нас, холодная ночь, и что, ну, как пришлось еще и тихиться. Так что, ну, слава Богу, все. Помидоры разных сортов, от сливовидных и розовых, добычи его сердца, здесь можно найти в разбеге от 180 до 200 рублей за килограмм. Огурцы, которые стоят дешевле почти в два раза. Реже можно увидеть в продаже цветную капусту и брокколи. Эти овощи быстро перезревают и становятся непригодными к употреблению. Также стартовал сезон баклажанов и кабачков. Последние будут продаваться до самой осени. Много на рынках и сезонных продуктов. Вот, например, мешочек лисичек я приобрела за 200 рублей. На новом рынке мы нашли даже эксклюзив – стебли молодого ревеня. Продает жительница Тальменки. Раскупают продукты? Раскупают. Я бы не ездила. Езжу очень редко. Ну, раз в неделю, в две недели раз. Потому что и старая, и тяжелая. Но все равно маленько подскорим маленькие. Здесь же свежая петрушка, базилик и другая зелень. Чеснок, редиска и свекла. Пучок морковки покупателям отдают за 30-40 рублей. Позже цена может опуститься до 20. И моркови станет больше, и конкуренция вырастет. По сравнению с 2023 годом цены на продукты в Алтайском крае стали расти медленнее. В июне 2024-го поднялись на 9%, а в прошлом – на 9,13%. Такую статистику опубликовали на сайте Барнаульского отделения Сибирского главного управления Центробанка России. А вот конкретно на овощи инфляция поднялась. Арбуз, капуста, помидоры. Вот сколько стоит качан капусты, например? Я не знаю, вот все вместе я отдала около 500 рублей. Но у меня арбуз очень большой. Этого хватит на один ужин? Хватит. Хватит на семью. Дарья Ярушина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.